шармакс 680 я недавно на него ставил карбюратор pz30 но туда надо жиклеры побольше ставить приехали жиклеры сейчас поставлю 120 жиклер чтобы он ехал получше еще есть проблема у этого снегохода появилась почему-то что-то гудит я проехался как будто бы резина что-то трет и кого-то вы немножко держит что-то как будто притормаживает осмотрел гусянку и нашел такую проблему не проблему этот ролик который держит гусянку верхнюю часть он вмерз и и не крутится а вот здесь вот в этом месте видно кого-то вы портер то то есть он в этом месте тоже останавливался видимо и протерлась колеса вот второе другое колесо на другой стороне она тоже вмерзлой и не вращается возможно в этом причина надо отколотить лед и проверить наверно этот негоход купался где-то в воде и поэтому тут все обледенело осмотрел тормоз и как видите сломался суппорт вот это шток на котором суппорт ездит и вот этого куска алюминьки совсем нету то есть он держится на одном вот этом вот креплении болтается так но диск не зараживает значит это не да не тормоза тормозят это что-то гусянки ничего я посмотрел вот так вот и видно что диск вот ровненько стоит вот эта скоба одна которая крепится суппорт она будто немножко вывернута может быть конечно болты ослабли вот там второй болт возможно слаб надо его проверить а суппорт надо менять суппорт уже сломан займемся раскопками выкрутил жиклер с карбюратора и он здесь без маркировки ну тут примерно 105 обычно 120 жиклер буду ставить минут вот эта часть верхняя немножко пошире это не страшно либо даже жиклер заменил и заметил что выхлопная труба уже была ремонтированная и вот прокладочка которая на головку значит тут совсем дыра надо тут что-то придумать еще вот я заметил что болта одного нету на глушителе хорошо бы там еще резьба была целая но пока не знаю освободил колеса ото льда они крутятся вращаются блин ну так конечно не крутится но крутится надо прокатиться проверить ушел ли шум решил всю налить из подвески задней снять сам вот амбризаторов налить прямо сверху и возможно из этого тоже шум шел потому что там гусянка возможно что облёт шумит вот один амортизатора очистил сейчас она на второй вот там вот почистить все во льду прокатился теперь гула от гусянки нету скорее все проблем в этом вела что обледенела все тут внутри обледенела сейчас стало нормально ну теперь надо решить проблему с глушителем и суппортом суппорт надо наказать новый а может быть у меня такой даже есть надо поискать снял суппорт колодки здесь уже тоже уже все нужно менять ну а суппорту нужен корпус нужно корпус корпус я нашел поршни немножко поджаржевшие я просто корпус отсюда возьму переставлю все ну и новые колодки поставлю разбираем суппорт нужно вынуть поршеньки нет вынул поршни поршни немножко разные по высоте ну вот эти подржавевшие буду ставить вот эти вот поставлю вот на этот суппорт и будет работать тут корпус целый все в норме и пальцы которые крепят колодки они бывают с разной резьбой вот от такого же суппорта но этот палец с более мелкой резьбой вот с такой то есть если не лезет не нужно силой крутить нужно проверить талия резьба старые резиночки с этого суппорта вынул вот это более свежего поставил туда суппорт собран колодки новые вот это место куда крепится суппорт она немножко помята тут всего лишь двоечка наверно даже меньше немножко сейчас выровняю и прокачал тормоза пришлось снять боковину чтобы было поудобнее с тормозом вся тормоз работает только тут удалить жидкости и закрыть емкость бачок теперь надо крутить глушитель вот так вот болтается и 2 болта крепления головки нет открутил глушитель резьбы в норме можно пользоваться крутить туда шпильки и будет держать глушители что-то вряд ли глушитель крепится вот этими двумя отверстиями головки и вот этим отверстием двигателю тут уже усиленно получается глушак висит на этих креплениях и больше его часть к ней внизу болтается то есть он но на вот этом крепление туда-сюда болтается и по идее нужно бы сделать еще крепление где-то ближе к низу чтобы он не расшатывался занец крепления сделан так что вот идет отверстие и сразу буртик начинается то есть и гайка тут нормально не не ляжет не прижмет то есть она будет ее перекачивать будешь эту гайку поэтому наверно тут так все это не держалась отвалилась вот отверстие за начинается сварочный шов надо немножко плоско сделать чтобы ление было нормальным чтобы гайка хотя бы плотно под могла прижать надо пилить крепление делать дополнительно зарабатывать плане цех глушителя снял защиту наверно буду ставить без защиты от нее только шум пильнул глушитель сейчас посмотрим что там внутри есть вот что внутри выходная трубка идет он туда где-то перегородка шатается какой-то кусочек открывается открыл глушитель полностью все лишнее убрать и говорить убрался лишняя гремящее в этом глушике обварил части которой теперь ничего тут не полтается не считается можно закрывать и заваривать крышку сделал вот такое крепление на глушитель на два болта которые вот под вариатором ставим глушитель и тут проблемка одна в том чтобы закрутить вот этот вот болт ну гайка в этом месте тут очень тесно я кого-то не закрутить и поэтому придется наверно вот это ребро немножко убирать чтобы ключом можно было подползти и закрутить гайку так что нам нужно выламывать ребро ребрышка сломано и теперь ключом сюда будет подползти и закрутить гайку глушитель буду ставить без вода на кожуха который завода на нем был ну сварка отваливается и он только бренчит чтобы меньше принчал и чтобы меньше лазить будущем к этому глушителю поставил граверочки широкие шаг гайки и вот теперь сломанным грамм можно дать закрутить гайки затянуть прокатился испытал снегоход шумов никаких посторонних не наблюдается глушитель пока что держится разгоняется до пятидесяти четырех километров в час сейчас соберу пластик все прикручу на место и еще раз покатаюсь как обычно на улице уже темно начнем снять и и Продолжение следует... Ну вот и все, снегоход починен, можно гонять. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...